Итак, друзья, всем привет! Сегодня видео, о котором очень много кто просил, мы поговорим о том, с чего начать человеку, который решил стать фотографом. В первую очередь речь пойдет о семейно-свадебной индустрии, то есть свадьбы, семейные фотосессии, детские фотосессии, ловстори, прогулочные фотосессии, там... То есть не фэшн, не студийная съемка и прочие непонятные жанры. Видео будет состоять из нескольких частей, и в этой части мы поговорим о технике. Что важно купить в первую очередь, что позже, что нужно, что не нужно. Во второй части я покажу все свое оборудование, расскажу, чем пользуюсь и к чему стремлюсь. То есть это будет видео о том, к чему нужно стремиться, для того, чтобы максимально разнообразно и интересно выполнять работу. И третья часть будет чуть позже, это будет практическая часть о том, как начинать, какие действия и вообще в каком направлении двигаться и вот эти все моменты. Но первое, что хотелось бы немножко отойти от темы и сказать здесь, важно понимать, если вы начинающий фотограф, не может там свадебный, семейный или прочее, будьте сразу готовы к неудачам, к недовольным людям, к людям, которые будут недовольны вашей работой. На это множество причин, начиная от того, что у вас особо нет опыта, но главная причина, что когда вы начинающий фотограф без имени, без портфолио, то вас нанимает особый тип людей. Это люди не заинтересованы, это люди так или иначе, но не заинтересованы в результате и в качестве фотографии и не особо ценящие эти фотографии. Это никак не связано с финансовым состоянием людей. Люди, у которых тяжело с деньгами, очень все туго, они найдут даже на свадьбе или на любом другом мероприятии, на чем сэкономить, что как сделать, но наймут фотографа. Если они хотят хорошей фотографии, они найдут способ нанять фотографа хотя бы средней или чуть выше средней ценовой категории. Потому что им это важно, для них это нужно и они это ценят. Люди, нанимающие начинающего фотографа без имени, портфолио, это особый тип людей, которые просто нанимают вас, потому что так принято. На свадьбах обычно они откладывают, копят деньги на бухло, на место, где будут бухать, на человека, который их будет развлекать, скорее всего на лимузин, который их будет катать. И у них остается 5-7 тысяч, и они понимают, что никак надо нанять фотографа. И очень долго выбирают между другом Васей, у которого есть большой черный зеркальный фотоаппарат, и неким мальчиком-девочком с горько.ру, желательно с ценой до 5 тысяч рублей. И вот чаще всего такие люди считают, что они очень много вам заплатили, и чаще всего они бывают недовольны, и очень часто с этим много проблем, и очень множество начинающих ребят, у которых опускаются руки. Мы об этом будем подробнее разбираться во второе видео. Но здесь-то важно понять, что на начальном этапе у вас нет ни возможности, ни особой нужды делать шедевральные работы, шедевральные фотографии в первый там свой сезон работы, в первый год работы. Поэтому не бойтесь и будьте готовы, что будут косяки, будет множество недовольных клиентов, а смиритесь с этим и просто переживите этот год, и все потом у вас будет хорошо. Ну и непосредственно к технике. И первое, что очень важно понять, что фотоаппарат и объектив это два абсолютно разных инструмента, это не единое целое, это две разных штуки. И если говорить о технической составляющей, если мы сейчас не будем учитывать там работу со светом, с парой и прочее, а только о технике, вся картинка создается вот этой штукой. Именно от объектива будет зависеть какая картинка, ее качество, ее результат, и больше ни от чего другого, и фотоаппарат маленькую-маленькую часть на этом будет влиять. Он будет носить какие-то свои ограничения, но минимальные. Объектив будет создавать все, и он либо будет все ограничивать, либо вам развязывать руки. Поэтому крайне важно, очень важно в начале деятельности купить хороший объектив и любой бэушный старенький дешевенький фотоаппарат. Большущая ошибка многих ребят, что они покупают сразу дорогую технику, типа, я же хочу серьезно заниматься, у меня вот клиенты, я боюсь дешевым фотоаппаратом брать заказы. Я очень часто слышал ребят, которые стесняются с недорогими фотиками, ездят на заказы и прочее. Для таких ребят сразу могу сказать, на Алиэкспрессе за 3000 рублей продается батарейный блок. На любой самый дешевый фотоаппарат одеваете эту штуку, она снизу прикручивается, и ваш фотоаппарат сразу превращается в фотоаппарат стоимостью минимум в 250 тысяч рублей. А если за 300 рублей купите бленду к своему любому объективу, он сразу увеличивается в цене, вы уже выглядите профессионально. Можно еще всегда сверху носить вспышку, и все, вы будете держать огромную черную штуку в руках, маркером там закрасьте циферки. Да, и большинство людей, особенно если у вас не Canon, они вообще не понимают. А обладатели Sony, Nikon, у них большие преимущества здесь в том, что ты там говоришь, что у меня там Nikon D7800, и люди не знают. Главное пафосно это сказать, значит у тебя круто. А если там батарейная ручка, значит у тебя шикарный аппарат. Большинство начинающих ребят, я реально это советую, это недорого, с рук еще дешевле, покупают батарейные блоки, вы себя лучше чувствуете, вас как-то серьезнее воспринимают, и при этом не нужно действительно тратить деньги на серьезный фотоаппарат. С объективом так не пройдет, объектив нужен хороший. И первая важная позиция, если у вас крутой фотоаппарат со стандартным объективом, в большинстве случаев фотографии будут очень стрёмные. То есть и здесь еще накладывается ваше неумение работать со светом, с парой, минимальный ваш опыт и прочее, и вы из него ничего не выжимите. Если у вас очень дешевый фотоаппарат и хороший объектив, у вас значительно больше возможностей, значительно лучше фотографии, значительно лучше результаты, это 100%. Ребят, если у вас есть там бюджет в 40 тысяч, который вы готовы потратить, вот значительную часть бюджета, там чуть ли не 20, потратите на хороший объектив. Мы чуть позже разберем, мы сейчас разберем какой именно, остаток потратите, купите с рук фотоаппарат. Что еще важно, почему строго-настрого нельзя покупать сразу дорогой фотоаппарат? У фотоаппаратов есть ресурс затвора, я думаю, большинство из вас это знают. То есть механизм, который открывается, закрывается перед матрицей, грубо говоря, число нажатий на эту кнопочку. В среднем это 100-150 тысяч срабатываний и недорогие фотоаппараты, как правило, ломаются. И гарантия-то не принадлежит. Затвор можно заменить. Процедура не такая дорогая, но в большинстве случаев по отзывам могу сказать, что после замены затвора начинают вылазить различные косяки. Не у всех, но у большинства. Очень много об этом пишут. И снимать за деньги с фотоаппаратом, с замененным затвором и не имея второго запасного фотоаппарата, это очень рисково. Поэтому после замены затвора фотоаппарат лучше продать кому-то, кто не планирует работать, а для себя его покупает. Вам, как начинающему фотографу, необходимо первый год, а то и два максимально большое число фотосессий. Очень много всяких съемок, они практически все будут бесплатные, потому что никто в здравом умении согласится платить неизвестному начинающему фотографу без портфолио, без имени, хоть какие-то деньги за какую-то фотосессию. И особенно симпатичные мальчики, девочки, которые красиво получаются, они точно вам платить не будут. Вам необходимо будет очень много всего снимать бесплатно, набивать руку, набивать умение общения, работы со светом, все это в целом и создание портфолио. Без бесплатных фотосессий вероятность нулевая, что у вас что-либо получится, потому что, опять же, никто в здравом уме не пойдет на платную фотосессию к абсолютно неизвестному человеку. Бесплатные фотосессии это возможность приглашать, если вы умеете нормально общаться, если вы адекватный человек, договариваться с интересными парнями, девчонками, с известными в вашем городе, с красивыми людьми на фотосессии. Во-первых, вы будете создавать портфолио, во-вторых, уже будет получаться, когда у вас начнется хоть какие-то фотографии более-менее нормальные, уже пойдет сарафан, потому что у этих людей, как правило, много подписчиков, они будут выкладывать, будут подписывать и пойдет движуха. И здесь большая проблема у тех ребят, которые в начале своей деятельности купили дорогой фотик. Таких большинство. Они решили стать фотографом и сразу купили дорогущий фотоаппарат с идущим в комплекте объективом. И они говорят, мы не будем снимать бесплатно, потому что затвор сейчас сломается, мы его убьем и ни разу не сняв вообще, не то что не окупится, мы в минус уйдем. И это абсолютно логично, если вы купите дорогой фотоаппарат, вы его либо убьете на бесплатных фотосессиях, вам придется заново покупать фотоаппарат, а вы уйдете в большущие минусы, либо вы не будете снимать бесплатно и у вас вообще ничего не будет, и вы его позже продадите, ну хотя бы сможете продать его. Итак, к фотику мы еще вернемся. И объектив, с которого лучше всего начинать, и практически все советуют здесь одно и то же, это объективы из серии 50 мм. На вашем фотоаппарате этот объектив будет примерно как 85, то есть он будет приближать, это получится довольно неплохой портретный объектив. Мой вам большой совет, если у вас финансы позволяют, покупайте объектив 50 мм 1.4, они на Nikon, на Canon есть, они стоят подороже, они сейчас стоят порядка 20-24 тысяч, но это объектив, который у вас будет на всю жизнь. Моему самому старшему объективу на момент продажи было там чуть ли не 10 лет, и он абсолютно нормально и хорошо работал. Если вы его не разобьете, это вещь, которая будет с вами десятилетиями служить, она вам всегда пригодится. И если вы купите сейчас объективы подешевле, допустим, есть 50 мм 1.8, 50 мм 2.0, в какой-то момент вам придется заморачиваться, его продавать, добирать деньги и покупать все-таки так или иначе более качественный объектив. Грубо говоря, если вы готовы выделить там 40-50 тысяч, у вас есть такая сумма, то вот лучше всего купите объектив 50 мм 1.4 и на остаток тушку за 20-24 тысячи, либо в магазине, либо с рук. Это будет совсем топоровая-топоровая тушка, но в комплекте с хорошим объективом она будет вам давать очень хорошие фотографии. То есть прогулка и портретная часть у вас будет шикарная. На улице в хорошую погоду у вас будут отличные фотографии с классной резкостью, с классным размытием фона, с классным качеством, с минимальной ошибкой работы и фокуса вашего фотоаппарата. Все будет классно. В помещениях будет сложнее, но я уже вам вначале говорил, я уже вначале вам говорил, ребят, ваша задача в первый год быть готовым к недовольным клиентам в любом случае. Вам нужно в первый год набить руку на съемках и создать портфолио. Вот создать портфолио с китовым объективом практически невозможно, даже с дорогим китовым объективом. Невозможно в том плане, если вы не суперопытный фотограф, а начинающий фотограф. Создать хорошее портфолио с очень дешевым фотоаппаратом и с классным полтинником, это довольно просто и несложно. Причем, если вы живете в небольшом городе, у вас мало красивых мест, либо вообще все очень унылое, именно полтинник 1.4 позволит очень сильно размывать фон и практически в большинстве мест снимать интересные фотографии, независимо от фона. Ваши первые клиенты будут очень сильно оценивать, насколько фон размыт. Вот насколько размыт фон, насколько они резкие, настолько вы более крутой фотограф, настолько было оправдано, что они выбрали вас, а не друга с зеркалкой, потому что у него так не размывают, у него китовый объектив. Но здесь еще один момент, давайте вернемся. Тушку, фотоаппарат, покупайте с китовым объективом в комплекте. Очень много видео, где советуют не брать китовый объектив, потому что он ужасный, и нет смысла у него тратить деньги. Он действительно плох, но это самый дешевый способ получить широкий, широкоугольный объектив. Если вы будете снимать какие-то свадьбы и прочие действия, без широкого угла вам не обойтись никак. В ЗАГСах групповые фотографии, особенно в помещении, какие-то суета на выкупе, суета на сборах и прочее. Хочешь, не хочешь, широкий угол нужен. С полтинником, который на кропе будет как 85 мм, вы не сможете снять свадьбу. Это будет просто ужасно. Поэтому самый дешевый способ, это китовый объектив, который идет в комплекте. Если вы покупаете фотоаппарат в магазине, цена, как правило, с китовым и без китового объектива, без самого дешевого, буквально в пару тысяч рублей будет зависеть. Нет способа за эти деньги купить хоть какой-то широкий угол. Поэтому я очень вам советую покупать хороший полтинник. Изо всех сил напрячься, либо взять его в кредит. Даже если вы не работаете, всегда можно там в магазинах найти человека, с которым вы договоритесь. Кредит, вероятность дадут, не дадут вам кредит. В первую очередь зависит от человека, который выдает кредит. Через знакомых вы идете на людей, которые работают в этой сфере, не имея ничего, имея даже плохую кредитную историю. Большая вероятность, что вам смогут сделать кредит на объектив. А деньги потратите на дешевую тушку, очень простенькую, с китовым объективом. И вы сможете уже начать работать. Еще один важный момент, почему необходим полтинник. И не просто полтинник, а полтинник, который как можно более открытой диафрагмы. Первое. У вас дешевый фотоаппарат, значит у него невысокое рабочее ISO. И этот один шаг диафрагмы, он вам даст шаг ISO. То есть в каких-то условиях, скорее всего на таком фотоаппарате ISO 800 будет максимально. ISO 1600 будет выдавать уже очень плохую картинку в большинстве случаев при недостатке света. И там, где вам на объективе 50 мм 2.0, нужно ставить ISO 1600 и получать 100% очень стрёмную картинку. Вы на объективе 50 мм 1.4 ставите 800, получаете такую же по яркости картинку. Но на ISO 800 картинка будет намного лучше на вашем фотоаппарате. Вашим главным конкурентом и даже врагом будут не другие начинающие фотографы, как многие думают. А люди, пришедшие на свадьбу с мыльницей, либо с хорошим телефоном. И очень важно, чтобы ваша картинка разительно отличалась от фотографии с мыльницей или с телефона. Здесь важно понять, вы вроде как уже увлекаетесь фотографией, уже умеете разбирать то и то. Многие люди посмотрят на фотку, сделанную на хороший телефон и на вашу фотографию. Если вы снимали на дорогой фотоаппарат, но китовый объектив, плюс-минус будет всё то же самое. Тут всё резко и фон, и всё вокруг резко, и тут всё резко. Всё какое-то одинаковое. Только этот чувак снимал бесплатно, а вам заплатили аж 5-7 тысяч рублей. И вот он негатив на ровном месте, что у чувака с мыльницей то же самое, что у тебя за эти деньги, и нафига мы тебя наняли. А когда вы будете снимать на полтинник, даже на дешёвый фотоаппарат, будет видно, насколько всё резко, насколько там классно размылся фон. И будет разимая разница. Начинающие заказчики будут вас судить по бокешкам, по размытию фона и по таким моментам. Они не оценят замороченной композиции, либо там кого-то вашего видения, это 100% в большинстве случаев. Итак, у нас и получается. У нас есть фотоаппарат, который не жалко, и мы готовы очень много бесплатно снимать, набивать руку, создавать портфолио. У нас есть китовый объектив, которым мы будем пользоваться, когда нужно снять что-то широкое. Это не будет блистать качеством и чем-то ещё. Но от нас особо пока и не ждут, но всё-таки мы засняли эти моменты. И у нас есть классный объектив, на который мы сможем снимать круто всю прогулку. Очень важные рамочно-аватарочные фотографии. То, что люди будут распечатывать, вешать в рамочки, ставить на аватарки везде. И третьим объективом мы будем снимать фотографии для портфолио в большинстве случаев. И нам уже будет материал, который можно выставлять, который можно... Невеста была, свадьба была не очень хорошая, но была одна красивая гостья в свободное время. Её поснимали на полтинничек, и вот у вас пошли фотографии в портфолио уже. Следующим вашим действием это покупка вспышки. Это также очень важно. То есть это всё нужно купить до того, как вы начнёте снимать за деньги, по крайней мере, до того, как вы начнёте брать свадьбы. Вспышки лучше всего это типа Янг Ноу. Оптимальный вариант вспышек это вспышки Янг Ноу. Самое главное требование, единственное, по сути, на чём нужно смотреть, чтобы у неё крутилась голова. То есть чтобы её одели, могли направить в потолок, могли направить в стену и прочее. Мощность вспышек, не советую сильно заморачиваться. Все мои вспышки стоили порядка 2000 рублей. Сейчас нормальную вспышку можно купить порядка 3000 рублей. То есть вот эта вспышка стоит даже, по-моему, меньше, чем 2000 рублей. Ну, момент, когда я её покупал. Разумеется, особой мощности здесь нет. И я ни разу в жизни не ставил её больше, чем на середину. Нет, никогда не было у меня такой нужды на практике ставить вспышку на максимум в каких-либо условиях. То есть если на сборах такого не происходит, мы никогда не собираемся в полной темноте. ЗАГСов таких тоже не бывает, потому что нет ЗАГСов в полной темноте. Поэтому не гонитесь за вспышкой. Вспышка материал расходный. Они не так часто ломаются, как часто бьются. У меня не сгорела ни одна вспышка. Все вспышки, которые у меня выходили из строя, были по причине разбивания. И в большинстве случаев у многих моих друзей происходило то же самое. Поэтому первую вспышку берите самую дешёвую. Не тратьте деньги. Не будет никакой разницы. Ещё раз повторюсь, на этой вспышке я никогда не ставил мощность выше даже середины. То есть, ну, может быть, на одно деление выше середины до максимума никогда не доходил. Это очень дешёвая и слабенькая вспышка. У меня никогда на практике не было ситуации, когда бы я не мог в тёмном месте, у меня не было бы возможности подойти на 10 метров к молодожёным. А на расстоянии 10 метров всегда под углом 45 градусов. Тут ещё есть некий листик. Если его нет, просто на резиночках белая бумажка сверху приделывается. Свет мягенько летит. Довольно мощно всего этого хватает. Но вспышку обязательно, потому что у вас фотоаппарат недорогой. Плюс у вас нет хорошего ширика. И вполне возможно, что на сборах вас там подъезд мамам попросит снять, а снимите нас всех. А в полтинник они все не влазят в этой комнате. Потому что полтинник на вашем фотоаппарате это 85 миллиметров. Вы одеваете хитовый объектив, и вам приходится там задирать ISO, и фотография будет стрёмненькая. А здесь одели эту очень-очень дешёвую вспышку, направили её в потолок, поставили буквально два деления, максимум три. Бахнули в потолок, и получилась классная фотография. И вы с задачей справились. Если мне кто-то не доверяет, Лёша Малышев, снимая одни из самых дорогих свадьбы в Москве, и будучи сейчас топом Майведа, а он снимает на самые-самые дешёвые вспышки Янг Ноу, он их ставит на стойки по углам. Опять же, там не нужна такая дикая мощность, четыре вспышки по углам, и это всё получается классно. Но дешёвые, их четыре, но они дешёвые. Вам пока это не нужно, позже можно будет. Я лишь про то, что ни в коем случае не тратьте лишние деньги, ни при каких обстоятельствах больше 4-5 тысяч на вспышку тратить нельзя. Опять же, нужно учитывать, что здесь почти косарь будут стоить батарейки, и рублей 600-700 будет стоить зарядка для этих батареек, без этого никуда. Покупать лучше аккумуляторы с зарядкой, потому что на пальчиковых батарейках вы разоритесь. Следующая вещь, на которую особо не обращают внимания начинающие ребята, это набор флешек и внешний жёсткий диск. Репутация фотографа, и особенно свадебного фотографа, это важнейшая составляющая, в принципе, его работы. Если вы хоть раз где-то накосячите, скорее всего, вы уже вряд ли сможете полноценно дальше снимать, по крайней мере, в этом городе. В недорогих фотоаппаратах есть разъём только под одну флешку, и ребята покупают флешку большого объёма, 128 гигабайт, вставляют её и весь день снимают на неё. Приходят домой, вставляют в картридер, картридер выдаёт ошибку, и больше никаким способом флешка нигде никак не открывается, и у вас состоится очень интересный разговор, где вы попытаетесь молодожёнам объяснить, что фотографий со свадьбы нет. Это происходит не часто, но происходит. В среднем, одна-две подобных ситуации в нашем городе происходит каждый год, когда кто-либо, и это из известных мне фотографов, теряет либо фото, либо видео. Флешки ломаются довольно часто. Здесь не нужно пугаться. В подавляющем большинстве из 100, наверное, 90 случаев флешка очень легко восстанавливается, либо самостоятельно с помощью программ, в интернете их много, либо буквально пару тысяч рублей в сервисных центрах это всё восстанавливается. Но пару раз в год происходят такие поломки, после которых в флешке ничего не восстанавливается, и всё потеряно. Бороться с этим, на самом деле, очень просто и 100% безопасно. Покупать большое число флешек маленького объёма. А фирма флешек лучше всего сандиск. Мы проводили опросы, может кто-то уже видел этот ролик, давненько выходил. Люди в комментариях писали, подавляющее большинство фотографов ответили, что именно на сандиске у них не было никаких сбоев, не было никаких ошибок, и практически единогласно было признано, что флешки сандиск самые надёжные. Именно сандиск про, либо сандиск экстра. Они будут стоить дороже, и многих ребят это отпугивает. Нафига мне покупать 16 гигов за, там, тысячу-полторы тысячи, когда я могу купить 32 гига за 800 рублей. Можно купить дешевле, но потом вам придётся объяснять ребятам, куда делась их свадьба. Если в вашем фотоаппарате один разъём под флешки, вы должны купить минимум 7-8 флешек маленького объёма, и механизм их замены. У меня есть отдельное видео, сейчас отдельное видео, называется «Безопасность свадебного фотографа», там подробнее, но вы снимаете сборы, доснимали до платья, вытащили флешку, там осталось ещё очень много места. Вы её убрали аккуратненько, в сумочку под замочки, вставили другую флешку, поснимали, не доснимали до конца, убрали, и вот так на протяжении всего дня их постоянно меняете. Ваша свадьба должна быть на 7-8, а может и на 10 флешках маленького объёма. Если одна из этих флешек сломается, будет просто мелкая неприятность. Вы подарите ребятам фотосессию, выписку с роддома или что-то ещё, в крайнем случае, там может быть вернёте деньги, но не будет такого, что про вас будут говорить, что вы промотали свадьбу, вы всё потеряли и не будет серьёзного конфликта. Вы потеряете незначительную часть от всего свадебного дня, это не критично. И вам обязательно нужно купить внешний жёсткий диск. Приходя домой, включаю компьютер, сбрасываю фотографии на компьютер, в это время там антивирусник работает, не подал мне никаких знаков угроз, что что-то у меня есть, особенно вирус-архиватор, вещь очень страшная, очень много людей на неё попались. Подключаю, достаю из тумбочки жёсткий диск, который всё свободное время ни к электричеству, ни к интернету никак не подключен. Подключаю, сбрасываю ещё раз, уже с компа, эти фотографии на жёсткий диск, отключаю, ложу в тумбочку и только после этого форматирую флешки. Есть огромная вероятность, что по множеству причин у вас может навернуться жёсткий диск в компе и так, что его нельзя будет восстановить. И опять та же ситуация, и может быть, что там будет 3, 4 или 5 флешек. Пару лет назад один очень хороший знакомый, в августе у него сломался жёсткий диск с 11 свадьбами по очень дорогой цене. Сумму представить можете сами. И вот с этим набором вы можете начинать работать, не стесняясь при этом. На самом деле, стесняться должен тот, который приехал снимать свадьбу с Mark III и с китовым объективом, а не тот, кто приехал снимать свадьбу с каким-нибудь очень дешёвым фотоаппаратом и с классным полтинником. Ваш результат будет на голову лучше, чем у фотографа с Mark III и стандартным объективом, при условии, что вы одинакового уровня фотографы. У вас есть вспышка на случай чрезвычайных ситуаций, у вас есть китовый объектив на случай, когда нужен широкий угол, у вас безопасность по флешкам, у вас безопасность по жёстким дискам, вы готовы работать и в принципе полноценно работать и выполнять хорошую работу. И этим набором можно создавать портфолио, можно набивать руку и можно получать всё, что вы хотите. Следующая обязательная покупка после вот этого минимального необходимого набора это 100% монитор. Большой вам совет, как только вы купили эту базу, сразу же начинать откладывать деньги на мониторы, копить и прочее. На ваших стандартных, если это не IPS-монитор, можно даже особо не пытаться тренироваться работать с цветом, особо не заморачиваться с обработкой фотографий, потому что то, что происходит на не IPS-мониторе, а на дешёвом стареньком мониторе, это настолько далеко от реальности, что вы не бесполезны там учиться этим заниматься и бесполезны выводить свет, и у вас там будет получаться такая дичь, что у вас будет получаться просто безумная дикость на этих мониторах. То есть, когда мы купили Tumi эту минимальную базу, следующая покупка это 100% обязательно IPS-монитор. У меня есть отдельное видео, где всё подробно рассказывается в двух частях, компьютер для фотографов, и там есть про мониторы. Пока хотя бы только монитор, пока не тратьте деньги на сам комп. Если ваш комп хоть чуть-чуть вывозит, хоть с тормозами, но вывозит работу в CaptureVani, там в Lightroom, то просто купите мониторы. Если вы работаете на ноутбуке, можно купить, также не надо покупать новый компьютер, можно купить к этому моему ноутбуку монитор, практически все нормальные ноутбуки поддерживают, чтобы к ним подсоединили хороший монитор, и всё, вы сможете дальше работать. То есть, это будет экономно и эффективно. Следующее ваше действие это нанять человека с калибратором. Сейчас практически во всех городах есть люди, стоят обычно это порядка тысячи рублей. Очень важно, нельзя, чтобы... Если человек вам говорит, что дайте мне монитор, я его дома откалибрую, или привезите ваш комп, я его откалибрую, это человек, который не понимает, как происходит калибровка, с ним нельзя работать. Человек с калибратором обязан приехать к вам домой и в ваших домашних условиях объяснить вам там про окна, открытые и закрытые шторы, как стол должен светить относительно света, как сочетается всё это с лампами накаливания и прочим, всё вы это обсудите, поговорите, в каких условиях вы планируете работать большую часть, и тогда под вашу комнату, ваш монитор, под ваш комп, это всё будет откалибровано, как единое целое. Для вас пока это не критично, но это нужно сделать, чтобы видеть именно правильные цвета других фотографов, которые вам нравятся, чтобы получать, именно, уже развивать себе этот вкус, видение цвета и прочее. на неоткалиброванном мониторе вы видите цвета интересных вам фотографов с большими искажениями и не то, что есть на самом деле. Хороший монитор, сейчас смело можно взять за 16-20 тысяч, даже 20 тысяч это довольно дорого, с 16 более чем, чтобы полноценно, эффективно работать. Более дорогие мониторы, смысла нет покупать 100%, потому что никто не заметит этой разницы. У фирмы LG есть мониторы за 16 тысяч с 99% охвата sRGB и с очень крутой передачей цвета, этого более чем достаточно и с классным разрешением. С этим набором, ребят, я вам очень рекомендую отработать хотя бы один сезон минимум. Ничего больше не надо покупать из техники, ни в коем случае не гнаться за полным кадром, как делает большинство начинающих ребят. Все им вбили в голову, что полный кадр это шедевр, они в ущерб всего, не имея монитора, не имея нормальных объективов, стремятся быстрее купить полный кадр и ни разу за всю мою жизнь не было ни одной ситуации, ни одного человека не знаю, который бы снимал на кроп, он снимал полную лажу, купил полный кадр и у него все заиграло и выросла цена и прочее. Никак, человек покупает полный кадр и ровным счетом ничего не происходит. На пару дней у него поднимается настроение, потом все падает еще ниже, потому что ничего не изменилось и денег выкинул очень много и теперь полная уверенность, что проблема в руках, а не в технике. Отснимите, создайте уже портфолио, добейте этот дешевый фотоаппарат, добивайте этот дешевый фотоаппарат, не жалею затвора. Следующая уже дорогая покупка, которую я бы очень сильно вам советовал, это объективы 24-1-4. Они очень дорогие, они стоят порядка 60-70 тысяч, новые. Неважно, какая у вас фирма, Nikon, Canon, Sony, оптимальный вариант это объективы Sigma Art, обязательно Art серии, они такие черные и красивые, Sigma Art 24-1-4. Я абсолютно уверен, что это лучшая отрата денег на этом этапе вашего развития, при условии, что вы поставили себе задачу становиться мощным фотографом и серьезно этим заниматься. Если нет, то можно остаться на старом наборе и делать дальше, что хотите, как хотите покупать. Именно для тех, кто хочет развиваться и поставил цель крутым фотографом быть. Обязательная покупка 24-1-4. На вашем кроп-фотоаппарате это будет как 35-1-8 плюс-минус, по картинке имеется в виду. По свету это будет как 1-4, по созданию картинки плюс-минус, там как 35, прикрытое там на 1-8, может чуть сильнее. И вы получаете, в общем-то, набор. Я подобным набором снимал года 2-3. У вас 35-ка для репортажа и 85, то есть ваш полтинник на кропе это становится 85-кой. Для тех, кому сложно, кто не понимает, почему полтинник стал 85-кой, обязательно в интернете вбейте, забейте информацию о кропе, прочитайте, разберитесь, почему на кропе объективы так меняются. Если вы смотрите это видео после декабря 2017 года, то под видео уже появится ссылка, у меня будет серия видео о кропе. Очень много мифов, очень много заморочек с этой штукой, там все подробно будем разбирать. Сейчас, пока просто поверьте на слово, имея, купив 24, 1-4 и 50 мм 1-4, вы получаете набор, как если бы у вас был полнокадровый фотоаппарат с 35-кой и 85-кой. Плюс-минус, но разница будет незначительная. Этим набором можно пользоваться эффективно и круто на очень дорогих свадьбах. Именно с таким набором я получил какую-то популярность, с таким набором я уже начал ездить за границу и снимать в Москве и быть одним из самых известных в городе. Этого более чем достаточно. 35 и 85. Почему я очень настаиваю брать дорогой ширик? Здесь очень важно понять, я надеюсь, большинство, кто смотрит, знают, что диафрагма 1.4 на широком угле и диафрагма 1.4 на полтиннике это абсолютно две разных диафрагмы с точки зрения глубины резкости. И если я снимаю портрет, если я снимаю на полтинник на 1.4, мне нужно очень аккуратно, чтобы все попало в резкость, чтобы не было никаких сдвигов, то если я снимаю на 24, на 1.4, то мне не нужна такая аккуратность. Зона резкости намного больше, глубина резкости намного больше И сложности нет, репортаж снимается на него легко. Но если вы будете снимать репортаж, у меня был одновременно объектив 10-24 F4. Он классный широк, все интересно, но снимать репортаж на него невероятно уныло получалось. То есть эти фотки я не мог иной раз увидеть разницу между фотками на телефон и на мой этот объектив, потому что получалось а-ля телефон. И люди резкие, и следующие люди резкие, и деревья вокруг резкие, и дома на заднем плане. Все очень резкое, потому что угол широкий, диафрагма прикрытая, и у вас будет примерно то же самое. Еще и на кропе. А если вы купите какой-нибудь недорогой ширик, там есть всякие 22,8, 28, еще подобные объективы есть у всех, у Canon, у Nikon, у Sony. Они дешевле, они заманчивее. Но это очень такая вещь несерьезная, она еще подойдет, если вы занимаетесь пейзажами, там, архитектурой, чем-то еще. Но для съемки людей, для съемки репортажа картинка будет очень дешевая. Люди не поймут там размытия, неразмытия. Люди будут, ваши клиенты будут видеть очень дешевую картинку и будут понимать, что, ну, им это не нравится. Они не хотят себе такие фотки. Если вы себе поставили задачу стать фотографом, вы должны понять, что без траты денег это невозможно. То есть набор фотографов, ну, реально дорогой, просто это можно сделать все плавно и нет смысла делать полумеры. Опять же, если вы видите, что все у вас хорошо, появляются заказы на лето, есть какое-то движение, ничего страшного взять кредит. Это не критично, объектив с ценой в 60 тысяч можно взять там в том же ДНС, у вас будет кредит по 3 тысячи в месяц. Это абсолютно подъемная сумма, а даже для самого начинающего фотографа. Поэтому на второй сезон я бы очень вам советовал взять не полный кадр, ничего от этого не изменится, а взять классный ширик. 24-1-4 здесь был бы лучшим вариантом. Временно он пока у вас будет 35-кой на кропе, но это будет шикарная 35-ка. Он будет и фон размывать, и резкость давать. И приезжая на сборы, в обычную квартиру, даже в некрасивую квартиру, снимая на 24-1-4, какие-то крупные планы, вся некрасота будет уходить в размытие. Вы уже будете в тех же некрасивых местах, которые были в прошлом году, создавать значительно более интересные, более объемные и более приятные фотографии. На дешевые ширики, на всякие 28-1-8 и прочее, ничего подобного не произойдет. На всякие там 28-2-8 или подобные объективы вы эту красоту не сделаете. У вас все будет в резкости, и все будет в резкости, и невеста, и окружающая среда, и будет очень вяло. Еще одна покупка, которую я очень советую, это макрокольца. Обычно они в комплекте идут 3 штуки. У меня есть отдельное видео, очень рекомендую его посмотреть, потому что макрокольца бывают с контактами и без контактов. И если вы сэкономите рублей 500 и купите без контактов, скорее всего, вы их выбросите и не сможете пользоваться. Об этом есть отдельное видео. В первый год их покупать смысла особо я не вижу, но во второй год купить обязательно, потому что у вас уже будут попадаться интересные пары, у которых будут интересные колечки, плюс уже будет возможность, даже если будет хотя бы одна интересная свадьба, чтобы создать первую свою интересную свадебную серию, они вам нужны. И страшный момент, когда вам попадутся молодожены с гравировкой на кольцах, и невеста скажет, что гравировка очень важна, с фото и гравировку. Без макроколец снять гравировку на кольцах, чтобы было понятно, что написано, будет нереально. И вы получите первые свои обиды, с этим сталкивалось большинство ребят. Поэтому очень бы советовал на второй сезон купить 24.1.4 и макрокольца. И если вы в том году не купили монитор, то здесь монитор покупать 100% можно, прям жизненно необходимо. И опять же, не стремитесь к тому, что как можно быстрее наперекор всего купить себе полный кадр. Никакой магии в этом нет. Он немножечко лучше, но это будет заметно вам, не клиентам. Никак это не отразится на вашу цену и на ваши заказы и на прочее. Поэтому, отнимите еще один сезон с этим набором, чтобы вы не боялись экспериментировать, чтобы вы не боялись делать больше кадров, больше дублей, чтобы вы не боялись брать по-прежнему какие-то интересные бесплатные заказы, чтобы вы не боялись творческие проекты проводить, не боялись убить затвор. И я бы вам советовал на следующий год, получается, перед третьим вашим сезоном покупать полный кадр. Полный кадр реально лучше, у него есть какие-то преимущества и прочее, но это не панацея. Но уже к третьему сезону, если вы все делали правильно и правильно себя продвигали, у вас 100% уже будет, может быть, не все, но значительная часть, либо половина ваших заказов будут интересными. Нет абсолютно никакого смысла покупать Mark III или Mark IV, когда можно купить 6D. Все преимущества полного кадра есть на 6D. Принципиальной важности, не критичной для вас у Mark IV или подобных самых дорогих полных кадров перед 6D их нет. То есть они есть, но они незначительные. И это прикольно, когда у вас есть вся техника, у вас есть куча дорогих заказов. Разумеется, нужно покупать Mark IV, потому что мелкие дополнения, они облегчают вам работу, обезопасивают и прочее. Но сейчас вам нужно вкладываться в технику, в развитие, в рекламу и в продвижение. Купите недорогой, может быть, даже с рук полный кадр. И здесь очень важно не продать свой старый фотоаппарат, доплатить денег и купить новый. А имея старый фотоаппарат, купить еще один полный кадр фотоаппарат. Почему это важно? Потому что нельзя ездить на свадьбы с одним набором инструментов. У вас обязательно должно быть, на случай поломки, фотоаппараты ломаются, будут ломаться они в самый неподходящий момент. Это проверено уже годами. И у вас должен быть фотик в сумке запасной лежать, когда... И у вас в сумке должен лежать запасной фотик на всякий случай таких поломок. Плюс, если у вас выездная регистрация, у вас, как правило, еще нет опыта и не будет времени менять объективы. Намного эффективнее выездную регистрацию снимать. На кроп вы одеваете полтинник, он становится 85-кой. Это классные портреты и моменты выхватывать. На полный кадр вы одеваете 24, а широкий угол становится. И вы снимаете сразу на 2. Это намного эффективнее и безопаснее и прочее. И когда вы покупаете полный кадр, у вас получается есть очень шикарный ширик. 24-ка стала 24-кой. 24-1.4 это, пожалуй, идеальный объектив для репортажа и для съемки всякой-всякой движухи. Очень крутой репортаж получается. Но ваш портретник становится полтинником, и это не самый подходящий для портретов объектив. Полтинник это универсальный на все случаи жизни, на всякие непонятные ситуации. Не знаешь, что одеть, одевай полтинник, если нет конкретного понимания, что сейчас лучше. И следующей покупкой я бы покупал длиннофокусный объектив. После того, как вы купили себе полный кадр, я бы покупал длиннофокусный объектив. И здесь, конечно, в первую очередь выбор идет между 85-кой и 135-кой. Но если у вас есть полтинник, нет смысла покупать 85-ку. Очень близко они по фокусным расстояниям. Очень небольшая разница между полтинником и 85-кой. Намного было бы эффективнее купить 135-ку. И сейчас это очень важный, очень нужный, очень классный объектив. И по фокусному расстоянию, и по картинке. И сейчас очень внимательно посмотрите вот на эту картинку. Ощущение некой дорогой картинки. Ощущение какого-то хорошего, интересного фона. А теперь эта же кукла снята точно так же во весь рост. От кончиков ног до кончиков пальцев. Но снята на более широкий угол. И мы видим, как много мусора у нас по бокам. И насколько все поменялось. Это снято в одном и том же месте. На один и тот же фотоаппарат. Но первая картинка вот эта на длинный фокус. А эта картинка на более широкий угол. И я думаю, кто-то из вас уже понял, что на практике в наших русских реалях длинный фокус имеет большие преимущества. Пошли мы с ребятами в какой-то парк. Там какие-то некрасивые лавочки, какая-то мусорка, что-то еще люди ходят. А когда мы снимаем на длинный фокус, у нас пространство сзади намного меньше влазит. Оно сжимается и меньше всего сзади влазит. И нам легче выбрать место. Нам достаточно снять небольшой квадратик, найти более-менее чистый. И на этом фоне снять. Если вы пытаетесь эту же фотографию снять на более широкий угол. То вот на этом примере мы видим, что по росту-то человечек получился такой же. А мусора вокруг влезло много. Поэтому, когда вы снимаете недорогие свадьбы в недорогих местах. Или вы живете в небольшом городе, где, как правило, большинство мест не очень привлекательны. И как можно более длинный фокус, как можно больше дает вам возможности. Вам легче всего с ним искать места. Здесь, конечно, 135-ка оптимальна. Он не такой дорогой и не такой тяжелый, как 200 мм. И при этом он ощутимо сильнее размывает фон и лучше сжимает пространство, чем 85-ка. В помещении вы будете снимать полтинник. На улице 135-ка и репортаж на 24. Это будет просто шикарно вообще. Плюс у длиннофокусных объективов, таких как 135 и 85, своеобразная картинка дорогая. То есть вот эти все пропорции, сжатие пространства и прочее. Это выглядит очень дорого. И для портретов, и для самых-самых важных свадебных фотографий. Это такие рамочно-аватарочные, где ребята вместе, которые все мамы, папы, бабушки, дедушки, вся до дня распечатают, на стены повешают. И сами ребята их, скорее всего, напечатают. Именно на них лучше всего их делать. И уже на этом этапе можно заморачиваться с компом. Если у вас уже пошло много работы, если старый комп у вас подтормаживает, уже вы из-за него не успеваете быстро работать, можно покупать более навороченный комп. Также здесь можно покупать уже какие-нибудь сверхширики. То есть что-нибудь типа 16-35 или, если не хотите на него деньги тратить, у фирмы Samyang есть очень крутой объектив 14-2,8. 14 млн это очень широко. А подобными объективами, скорее всего, будете пользоваться очень мало. Но это так называемые вау-кадры. Когда вы уже становитесь популярным фотографом, вам нужно разнообразовать серии, сделать 5-10 фотографий на очень широкий угол, чтобы показать динамику, чтобы показать какие-то эмоции и прочее. Либо, если у вас начались свадьбы, что вы едете где-то на катере. Молодожен, у них не хватило денег на большую яхту, они наняли маленький катер. Вы встаете на нос, снимаете на 14 мм, перспектива вытягивается, ощущение, что мы на каком-то теплоходе частном огромном едем. Съемка также, если вы молодожен наняли кабриолет, вы сидите спереди, на 24 мм будет очень мало места, чтобы снять эффективно ребят сзади. С 14 мм, либо с 16 мм вы сможете с переднего сидения снимать ребят, которые едут сзади и прочее. То же самое на воздушных шарах и на других моментах, когда вы оказываетесь в крутых, но очень тесных местах. Здесь ширик нужен. Либо, опять же, чтобы показать динамику, эмоции, какие-то такие моменты, небольшое число кадров на очень широкий угол, они смотрятся эффективно, они смотрятся полезно. Есть смысл, но это уже есть смысл брать, когда у вас пошли заказы, у вас уже все хорошо и вы хотите просто разнообразовать себе серию. Моя большая задача, я видел огромное число людей, которые покупали дорогущие вспышки за 15-20 тысяч и потом говорили, что блин, мне не хватает денег на объектив. Я видел ребят, которые как можно быстрее покупали полный кадр, причем старались сразу, чтобы было круто, покупали Марк 3, допустим, Марк 4, и у них, опять же, не хватало денег на объектив. И прочее, прочее, прочее. И люди, потратив огромные деньги, не имели возможности эффективно работать и получать красивые фотографии. Если вы будете тратить деньги с умом, то все у вас будет хорошо. Также, дополнительно, в любой период времени, если у вас появляется какая-то финансовая возможность, я бы вам очень советовал купить еще видеосвет, хотя бы одну плашку. Мой первый видеосвет была вот такая штучка, очень маленький, тоже фирма Young No. Он прикольно светит, причем даже довольно эффективно. Смотрите, какие моменты. Вы снимаете очаг, либо там танец молодожен, либо просто у вас какая-то интересная интимная такая фотосессия, что там свечи, еще что-то. Вы можете воспользоваться вспышкой, но она просто убьет всю атмосферу, будет все просто очень уныло. А второе, у вас недорогой фотоаппарат, в плохих условиях освещения он плохо фокусируется. Скажу вам больше, что очень много и дорогих фотоаппаратов, когда идет там очаг, либо танец молодожен, свечи и прочее, он тоже начинает подтупливать и можно проматывать моменты. Вот этого малюченького света, который обычно там под конец свадьбы лежит в заднем кармане у меня, всегда хватает, чтобы вот так вот на вытянутой руке сверху светить. Днем это не сильно видно, но в реальности вот этой штучки хватает, чтобы подсветить ребят. Этого света хватает, чтобы фотоаппарат любой очень быстро фокусировался, потому что все, лица хорошо освещены. И его хватает, чтобы ребят выделить из темноты. И получается, что ребята более-таки теплые, хорошо освещенные, и мы не пользуемся вспышкой, и сзади атмосфера менее проработана, ребята лучше проработаны, лучше освещены, получаются более интересные фотографии. На сборах в не самой красивой квартире, особенно если у вас уже есть 24-1-4, вы можете там либо на штатив, либо на стойку, либо куда-то на полочку поставить, и невесте создать там контровую подсветку, там ее видно не будет, она как-то под углом будет стоять сверху, и ваша картинка сразу становится киношной, то есть невеста отделилась от фона, цвет стал чище. Вроде бы и все, в следующем видео поговорим о моей технике, всем, чем я пользуюсь, и потом поговорим уже более о практической составляющей. Надеюсь, было полезно, пишите, задавайте вопросы. А еще сейчас у нас заработал сайт, пока в тестовом режиме, где все мои видео более удобно расположены, ссылка на него будет в описании, русфото.про, то есть там все разделено по категориям, и более удобно навигация, чтобы можно было понять, что для вас нужно, и нужную информацию легче было находить, потому что на ютубе это все не очень хорошо работает. Буду рад, если расскажете и о канале, и о сайте своим друзьям. Всем спасибо.